Ас-саляму алейкум варахматуллахи в баракату. С вами Умалик. Мы продолжаем с вами изучение суры Аль-Фатиха. Напоминаю вам, чтобы все подписывались, ставили лайки, делились, получали полезные знания. Мы на предыдущих уроках с вами закончили разбор первых двух аятов. И сегодня мы перейдем к третьему аяту и совместим изучение с предыдущими двумя аятами. На самом деле, третий аят, он является, если мы будем рассматривать с точки зрения тех слов, которые здесь есть, эти слова, которые здесь, они повторяются, они были уже у нас в первом аяте. Поэтому это будет в виде небольшого повторения. Я вам скажу некоторые моменты, на которые нужно обратить внимание, чтобы не забыть правильность чтения. Во-первых, если мы начинаем с этого аята, то здесь у нас начинается на хамзаталосль. Хамзаталосль, помним, читается только при начинании. И вот здесь уже при начинании мы как раз ее читаем с фатхой. А, да, фатхи нету, но мы знаем по правилу, что здесь А. Затем лям у нас с невидимым сукудом, это лям не читается. И переходим на удвоение Ра. Читаем удвоенное Ра, даем время произношения и первому Ра, и второму. Это в уроках практики вы можете потренироваться, да, которые отдельными уроками есть, да, и вы на сайте можете найти. И, фатху, напоминаю, что мы не округляем, не говорим АРО, АРО, да, нет, АРО, А. Умеренное у нас открытие рта, да, они чрезмерствуют. Переходим потом на букву Ха. Сверху мы видим сукун Хали, который подсказывает, этот сукун подсказывает нам, что мы читаем эту букву Ха четко, ясно, даем ей время произношения, так как эта буква имеет определенные сифаты, да, то есть произносим с Махараджа с определенными сифатами, которые свойственны именно этой букве. Затем у нас идет буква МИМ, да, которая вот пишется таким образом, с фатхой. Опять же, не делаем ее твердо, не говорим О, да, МА, МА. И после нее мы видим маленький олив, который ставится сверху, да, это такое специфическое написание в Коране. В принципе, это слово даже сейчас охотнило из-за частоты своего использования такое вот написание, как мы видим в Коране, да, поэтому мы тянем здесь долгий МИМ с фатхой и АЛИФМА, да, и затем мы видим буква НУН с КАСРАЙ, НИ, да, АРАХМАНИ, АРАХМАНИ, при этом обращаю ваше внимание, что когда мы переходим к следующему слову, уже здесь ГАМЗАТЕЛЬОСЛЬ такая же, как и в первом слове, но мы ее не будем читать, если мы соединяем вместе с последующим словом, да, если мы с него не начинаем, как обычно, то мы не читаем НЕ, ГАМЗАТЕЛЬОСЛЬ и тоже не читаем ЛЯМ, как и в этом случае. Здесь при переходе, то же самое про удвоенное на РА, можно сказать, что и здесь, но при переходе из НУН с КАСРАЙ на РА часто бывают разные такие лишние или наоборот, ну, чрезмерности, так можно сказать, то есть кто-то очень быстро повышает голос, кто-то быстренько прочитывает это НУН с КАСРАЙ, опять же, не соблюдая вот этой гармонии, да, которая свойственна во всех правилах. Ага, НУН с КАСРАЙ во всех случаях читается вот так, да, не ускоряется. Если вы читаете соразмеренным чтением, то все буквы должны быть соразмерены. Если вы читаете немножко быстро, значит, соответственно, вы немного ускоряетесь, но все равно, как бы, процент, если мы сравниваем буквы между собой, он их остается такой же, да, то есть, как бы, такая баланс или гармония все равно сохраняется, несмотря на скорость. Поэтому, например, некоторые читают АРРАХМА НЕРРАХИМ, да, то есть, усиливая звук, и еще и сокращая НЕРР, НЕРР, да, то есть, если бы отдельно читал НИ, а так НЕРР, соответственно, это очень быстро, если, опять же, подумать о гармонии между огласовками. Поэтому не ускоряемся в этих случаях. Это очень частая ошибка, вот, ускорение перед удвоением, да, вот так. АРРАХМА НЕРРАХИМ, да, то есть, мы читаем, как и другие огласовные буквы. Перейдя на РА с удвоением, опять же, мы даем этому харфу быть услышанным и на СУКУНИ, и СВАТХАЙ, и потом на ХА. ХА, буква. У нас мягкая, с КАСРАЙ, да, у нас соблюдаем эту КАСРУ, при этом не чрезмерствуем в нажатии на середину языка, да, не надо говорить ХИ, 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 уже дается КАСРА. Делаем те движения, которые свойственны ДОЛГОМУ Я, да, а не Я, например, с огласовками или другим каким-то харфам. протягиваем здесь, да, потому что ХА у нас, помимо КАСРА, имеет после себя Я с СУКУНОМ невидимым, да, и получается, значит, у нас ДОЛГОМУ. Если мы не останавливаемся здесь, то мы только в два ХАРАКАТА тянем. Если останавливаемся, то, как и раньше уже оговаривала я, можно остановиться в два, четыре или шесть, но при этом гармонично сочетаясь с предыдущими такими же маддами, и длина их должна быть одинакова, да, или вы выбираете два, или четыре, или шесть, и далее мы это потренируем. Или соединяете все вместе с предыдущим, и если вы, например, предыдущие три АЯТа вместе хотите соединить, здесь остановиться, тогда как бы там везде читаете в два ХАРАКАТА, а уже в месте остановки, если перед ним, как здесь мы видим предпоследний ХАРФ, ДОЛГИ, мы уже можем потянуть два, четыре или шесть. Это потренируем в конце урока, иншалла. Ну и буква МИМ при остановке, которая тоже у нас, помним, мы легонько фиксируем Махраджи, и звук как бы перенаправляется через носовую полость. АРВАХИМ. То есть мы МИМ плавно завершаем. Это в случае остановки. В случае продолжения мы читаем МИМ с Касрой. Ми. В конце мы видим тройку, да, то есть в конце мы видим тройку. Уже тройка пишется вот таким образом, как два зубчика, да, то есть похоже на букву син, когда мы начинаем так вот, да. Так, раз, два, и вот этот идет вниз немножко с небольшим уклоном таким, да, с небольшим уклоном вперед, вправо, да, с небольшим уклоном вправо. Это таляса, то есть ты, так в Куране мы видим, изображается тройка, и это в конце аята, как я вам уже говорила, нумерация в Куране идет в конце аята. Это такое повторение, одновременно, возможно, что-то новое было озвучено, на что нужно обратить внимание, да, то есть в больших, возможно, подробностях это было уже у нас в предыдущих уроках. Вы можете к ним вернуться, пересмотреть, переслушать, и, напоминаю, можете присылать мне на проверку в Инстаграм свои уже, ну, пример, да, тренированные, то есть на данный момент это может быть уже три аята. Так, это то, что я хотела сегодня вам сказать. Напоминаю вам, что не забывайте подписываться, делиться, получать пользу и делиться этой пользой с другими. Встретимся с вами, иншаллах, на следующем уроке. С вами был Аллах и Малик. Ас-саляму алейкум в рахматуллахи в баракату.